Гнёт был задержан 30 октября 2023 года в Сербии по запросу Интерпола из-за обвинений по экономическому делу. В отношении него начата процедура экстрадиции в Беларусь. Защита Гнёта считает его преследование со стороны белорусских властей и внесение в список Интерпола политически мотивированным. 3 ноября 2023 года юрист режиссёра Вадим Дроздов подал запрос на удаление данных, касающихся Андрея Гнёта, в комиссию по контролю файлов Интерпола. А 20 декабря 2023 года был направлен запрос о принятии временных мер в Европейский суд по правам человека с просьбой указать правительству Сербии не экстрадировать Гнёта в Беларусь. Этим делом занимается и знает гораздо больше, чем мы. Бывший старший следователь, представитель Белпола Андрей Астапович, который сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Андрей. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Да. Ну, собственно, давайте вот вы расскажите нам, что вы знаете. Это такое Би-2, да? Это такое Би-2 только гнёт. Дело Би-2 только гнёта. Ну и с единственным нюансом он, наверное, стратегическую ошибку сам просил изначально в медиа не выходить. И пока не довёл до критической стадии, наверное. Там сразу как бы медийную дубину сразу использовали. И привлекли общественность. Здесь время было упущено. Вот. А так разницы я не вижу никакой. То есть, получается, ну, это же всё тянется с 30-го октября, да? Да. И он всё это время... Начали мы там проверочку. За дня три всё выяснили, все обстоятельства. Данные передали, пытались, скажем так, по юридической части, по легитимной. И там с привлечением международных всяких механизмов ничего не... До сих пор ничего не сработало. Бесполезно. То есть, без медийности очень сложно как-то это всё пробить. Они только этого боятся. А гнёт находится в тюрьме сейчас, в сербской? Да. Всё это время. Всё это время сидит в сербской тюрьме. Почему сербы на стороне зла? Вроде европейская страна. Ну, во-первых, я хотел бы акцентировать это то, что не сербы только. А Интерпол – это международная организация. И запрос на его арест дал Интерпол. Центральное бюро, в котором находится, головной штаб во Франции вообще. Андрей, извините, пожалуйста. Я сейчас буду уточнять по ходу дела. Интерпол дал запрос. С чего вдруг? В каждой стране, которая подписала и входит в Интерпол, есть Центральное национальное бюро. Ну, обычно оно в столице, как у нас в Минске. Там назначается свой гражданин, то есть это Беларусь, назначается в Красном кресте, в принципе. Система та же, потому что она там нашумевшая, я думаю, вы знаете суд. То есть и вот это Центральное бюро есть в Минске. Там все беларусы работают, и они сотрудничают уже с международным, то есть с головным офисом в Франции. И они обмениваются информацией, и данными, запросами о задержании, и данными по ходу расследования дел, если это международная преступность. И многие там нюансы. И, грубо говоря, беларусы наши, которые там сидят в управлении, расследование которых проводилось еще два года назад, где вот с помощью тех же киберпартизан прослушка доставалась и все остальное. Этот начальник Центрального бюро, такой некий, который даже сейчас можно зайти на официальный сайт МВД, там есть отдельная вкладка «Национальное центральное бюро Интерпола», есть такой Медведев Винитрий Степанович, он начальник нашего национального Интерпола в Беларуси. И в тот два года назад еще выходило расследование, где вот эти обнародовались его прослушкой, вот как и всех силовиков в Беларуси прослушивали сами друг друга они. И он конкретно к нему набирает того или иного отдела районного из Минска, набирают ему люди, говорят, надо запрос в отношении политического такого-то, такого-то написать. Но Интерпол отказывает. Как написать правильный запрос? И он прям там на звук описывает, как сфальфицировать этот запрос, как правильно его написать, чтобы это было воспринято не как политический запрос, а, скажем так, обычной преступности. И Интерпол взял в работу это дело. Интерполы это пытались довести, еще два года назад стучались. Кто? Сторон. Тогда еще организация Байпол, нынешний Белпол сотрудники, естественно, не содействовали все наши, возможно, демократические силы, которые имеют намного более широкий контакт с политиками европейскими, с тем же выходом на Интерпол. Ничего не получилось, бесполезно добиваться у них там правды какой-то, если честно. И постепенно, постепенно вот эти случаи происходили. Где-то проверяешь, очевидных оснований нету. Вот был случай в Польше, там мы смогли доказать, человека отпустили. А здесь, как бы, Сербия уже на свое усмотрение может смотреть. И все очень, скажем так, нехорошо в той ситуации. То есть, нюансы я, наверное, так общими красками описал. Что интересно, мы слышали адвоката Михалевича, который говорил, что Белпол, например, тот же может помочь, ну, не Белпол, а вообще есть возможность исключить из розыска Интерпола тех, кто разыскивается режимом. Вот, но вы говорите, что это практически... Возможность исключить процесс длительный, он занимает до года, если ты не успел до обжалования. Я с Михалевичем по именно этому кейсу общался. И он думал, ему передали этот материал в отношении гнета, все наши доказательства, что дело политическое, доводы и все остальное. И он сказал примерно, ну, будем год заниматься, это долгая процедура. А проблема в том, что сербы сами по себе выдачу ускоряют. Ну, то есть спешат произвести эту процедуру выдачи. И получается, исключить из этого списка Интерпола не успеваем, а не всплывает Михалевич и адвокат, находящийся в Сергии. Запросы туда направили, ответов, как обычно, еще не получили, а там уже 20-30 дней остается до того, как будут выдавать, принять окончательное решение. При этом мне достоверно известно, я с представителями общаюсь, естественно, что судья, который проводит процесс именно в Сербии, она даже обмогла, что для меня тут как бы 100% это дело политическое, но извольте, у меня, типа, вот такая ситуация. То есть они все... Я не всем понимаю, какая ситуация, что значит? Мне так дословные сказали, я же не с ней лично общаюсь, там на процессе не находился. Ну, такая же, наверное, как у наших белорусских судей, что нам сказали, и мы делаем так, как нам сказали. Я вижу это так. Сколько осталось уже Андрею там сидеть? Около 20-30 дней, я дословно не скажу, потому что данные такие не хочется разглашать, но там как бы можно пройтись по самому кейсу, то есть по самим доказательствам. То есть я согласовал это все с представителями ему, они пытаются максимально широко это разнести, донести, попытаться найти, может, у кого-то поддержку, кто видит, может, имеет какие-то связи политические. Вдруг журналисты видят это, больше смогут поднять. То есть там... Но скажите, а в чем его... То есть в чем суть дела-то, за что задержан, да? Почему Интерпл подключился? Это не суть дела, суть запроса, я бы сказал. Вот пишется запрос, как я сказал, наше национальное бюро уже научилось за эти 3,5 года отлично их фальсифицировать. Пишется запрос, и в конце обязан указывать человек, кто накладывал санкцию на арест из Беларуси, прокурор, который подписывал, и кто писал этот запрос. Так санкцию на арест подписывал прокурор советского района. Тоже это вся информация, которую я сейчас говорю, она легко проверяема на сайтах, даже не из территории Беларуси, все видно. Заходим в администрацию советского района города Минска. Ну там в запросе написана фамилия, понятно, на чешском написано прокурор. Я захожу, ищу, кто такой этот прокурор, и там написано заговорский АВ. Ну вот на сайте, скажем так, советского района города Минска, я прямо сейчас на нем сижу, прокурор советского района, такой-то заговорский АВ. Ну мы по своим возможностям проверяем, кто он, что он, потом уже видим имя и фамилию, с какого года, как работает. И опять начинаем мониторить, скажем так, сеть интернет. И этот прокурор еще с 2011 года находится в санкциях ЕС. То есть в Интерполе, в его третьей статье, то есть это начальная статья устава Интерпола, написано, дословно сейчас я вам скажу, что организации категорически запрещается осуществлять какие-либо вмешательства и деятельность политического, военного, революционного или расового характера. И у них, это штаб-квартира, который находится во Франции, и они принимают находящегося под санкциями в ЕС прокурора с 2011 года за осуществление реплессий в отношении Андрея Санникова, на 5 лет он посадил. Это все в интернете есть. И за его подписью Интерпол принимает вот этот запрос? И за его подписью принимает к розыску человека, и его задерживают в Сербии. Тут не только Сербия виновата. Вот что я хотел бы, наверное, довести. Это наши еще, скажем так, в кавычках, союзники. Мы обращаемся в Интерпол, нам в Интерпол отвечает, вы политическая организация, хотя где там Белпол, где политика, мы от вас никаких сведений принимать не будем. Я под санкциями не нахожусь в ЕС. Они принимают запросы, и человека арестовывают, красную карточку выставляют на розыск международный от прокурора, который в их же стране находится, в европейской стране, под санкциями. А что предъявляют гнету белорусам? Что он такого страшного совершил, что аж через Интерпол вы решили искать? Налоговая там статья, но там я тоже изучал эти все документы. Внесение в законодательство, которое мы вменяем, неуплату налогов, оно было в 2019 году, а период состава преступления с 2013 по 2018 год. А по всему европейскому праву, нормальному, цивильному праву, потому что нас уже, я белорусское не беру, еще 20-й год там, до него еще где-то что-то не по политическим делам нормально было, но сейчас, мне кажется, уже во всем провал. Закон обратной силы не имеет. Он может только улучшать твое положение, но не ухудшает. То есть если ты совершал преступление по мерам 2019 года, которые приняли закон, а преступление было выдумано, ну его не существовало, там в 2018 году ты делал эти действия, в 2019 сказали нельзя, это теперь уголовный состав, но тебя нельзя за это привлекать. И наоборот работает, если, допустим, в 2018 году ты совершил какое-то деяние, это было преступлением, но потом его легализовали, в 2019 там сказали, все это отныне не преступление, допустим, в 2034 отменили, но она уже по-другому звучит, то, скажем так, с тебя снимается вся ответственность. Только улучшать может твое положение. А они берут там за период дела, пишут в фабуле с 2013 по 2018 год, а закон вступил в силу в 2019, ну это вообще все. Ну почему? Вполне себе. Сейчас так и происходит? Да, вполне себе. Как с лайками за Тутбай в Однокласснике? Конечно. Экстремизм, ну все, а также признание. Это же Заговорский, он и на БТ ходит, он публичный, он там выступает, он же призывал там, всех будем садить, за повторное административное правонарушение будет теперь уголовный состав, за все лайки, за все экстремистские там каналы, которые вы посещаете, мы будем вас преследовать, то есть и даже видеозаписи есть, то есть там лицо этого человека есть публично, все доказывается, там все четко расписывали, никаких функций своих международных механизмов исполнить не смогли. Ну, сейчас надо отметить, что беглые затрепетали. Эти сотни тысяч ничтожеств сидят по Европам и начинают бояться, потому что мы видим, что справедливость торжествует все-таки. Скажите, пожалуйста, Андрей, всем стоит опасаться? Или давайте как-то очертим, ну, там, например, в Таиланд, наверное, не поедут люди уже после дела Би-2, а в Сербию тоже что-то не хочется ехать там в Турцию, не хочется, в Эмираты, ну, так себе. Вот Евросоюз, например, много живет в Литве, в Польше белорусов, в Грузии, а? В Венгрии бы я еще не ездил еще. В Венгрии, да. А вот эти страны, которые я передаю, вот Литва, Польша, Грузия, ну, Европейский Союз, Штаты, Канада, я не знаю, что там, Австралия, вот эти англосаксы проклятые. Можно ли здесь чувствовать себя в относительной безопасности? Или, если дело касается Интерпола, то тебя, я не знаю, из самой лояльной Варшавы там могут дернуть? Нет, вот не так давно был на встрече, скажем так, с местными представителями именно по этой линии. И плюс то расследование, о котором я говорил, оно тоже публичное, выходило там два года назад, Олег Толерчик его записывал, еще в те времена меня не было в организации. Оно было инициировано и началось только из-за того, что Беларусь задержали в Польше. И там начали разбирательство, поляки быстро подключились. Интерпол задержал, вы имеете в виду? По инициативе Интерпол? Да, да, да. Запросы Интерпола поляки задержали. Все, такая аналогичная ситуация. Там разобрались, человека отпустили, дали ему международную защиту или беженство. И, скажем так, в таких лояльных странах угрозы нет. И вот я общался с представителями, они интересовались, в какой стране. В стране это произошло вот с гнетом, я как бы рассказал, они даже свою помощь предлагали, как надавить на Интерпол. То есть как-то пытаемся заходить, контактов не так уж и много, но где-нибудь пробуем. Но это Польша, где-то Сербия. То есть это сложно. Это один момент. Но из таких механизмов защиты надо получать, я уже это говорил на других эфирах, международную защиту и беженство. Там априори Интерпол уже не может в отношении себя, согласно Женевской конвенции, вот этому уставу уже просто принимать себя в качестве запроса. Но многие являясь политическими деятелями, пренебрегаясь. Это на самом деле неправильно, потому что эта игра в долгую уже всем понятно будет. И в эту долгую будут пытаться вас подловить на любом таком моменте. А на самом деле не так уж и мало стран, как вы перечислили, в которые я бы поопасался ехать, даже с беженством защиты, поэтому надо предусматривать многие моменты. Это вот из такого. Мне больше всего интересно Грузия, например. Там очень много наших, и она не входит в Евросоюз, но при этом как бы... Я вот не понимаю, что с Грузией? Вот могут ли там так поступить человек по запросу? В Грузии ситуация далека, наверное, от идеальности, от законности, но там люди хорошие. То есть в чем проблема гнета? Публичность. То есть боятся наши люди, и адвокаты, особенно которые в Беларуси, они остерегают публичность. Меня лично эта публичность спасла. Меня вот когда ФСБ взяло в Пскове, я уже видел слежку, я же к другу подхожу, он такой, да успокойся, никто не слетит, это паранойя, ты там запугался. Говорю, если вдруг что, подними кипиш хотя бы в сне. Меня чисто они боятся, спецслужбы этого всего, не всех мира, всего мира они боятся, когда выходят в отношении них, если это там спецслужбы особенно, информация публичная, и начинают на них наесть. Политики в Европе, в Европейском Союзе, они максимально подвержены этой четвертой власти. То есть они действительно от народа, они проходят нормальные выборы, и они от этого очень сильно зависят. Если по ним начнут бить, скажем так, со стороны четвертой ветви власти, они этого боятся. И в Грузии там, вроде как я слышал, политические, те, кто, скажем так, у власти, они могут подыграть там России, россияне, наверное, слышал, обычно один кейс могут выдать. Белорусов пока еще не было ничего такого, вроде бы. Но если вдруг что-то происходит, не бойтесь идти сразу же. Это вам очень сильно поможет, на мой взгляд. Потому что я занимаюсь этим кейсом, с гнётом 4 месяца, вот тихонько, легитимно, с адвокатами, ничего не получилось. И там люди могут поднять хай. Они сразу могут выйти на митинги, что-то такое. И, ну, только такой вариант. Я вижу в Грузии себя защиты. Потому что прямо вот беженство, международная защита, я сомневаюсь, что там это сработало. Вот если бы не подняли хайс с Би-2, то так могли бы тихонечко и выдать, и расстрелять там в России где-нибудь на затвор. Я скидывал полную справку, не знаю, вы видели или нет перед эфиром. Там все аккуратно расписано. Я ее специально и днем, и ночью писал, потому что 3-3 суток было до обжалования судей. И мы вложились через адвоката. Эта справка, переведенная на английский язык, и там уже на чешский язык переведенная, лежала со всеми доказательствами у судьи, о том, что это дело политическое, со всем раскладом, даже с характеризующим материалом в отношении гнета. Лежала на столе у судьи и клала на одно место, на эту справку и на все остальное. То есть никак это не повлияло. А если бы, как сейчас происходит, Дольче Веле бы говорила, то есть подключились германские, немецкие точнее, там даже европейские депутаты из парламента в Чехии начали говорить оппозиционные, скажем так, СМИ, как это начали сейчас говорить. Наши бы очень плотно подключились и подняли на уровне Би-2. Я думаю, чехи бы прогнулись, особенно с тем, как они в 23-м году в конце заявляли свои намерения политические. А при чем в Чехии, я не с тем понимаю? Сербия, извините, говорился, да. И сербы уже в конце 23-го года заявляли свои намерения вступить в ЕС. То есть у них тоже там... У них свои интересы. Да, свои интересы. Если бы это дело стало... Чем оно больше в медиа, тем оно более политически мотивировано и с ним никто не захочет, скажем так, заниматься, особенно с выдачей нынешней Беларуси. Ну это все, что мы можем сделать на сегодняшний день. Вот просто вспомнили об этом и рассказать. Показать фотографию можем еще раз Андрея Гнета, да, чтобы... Я не знаю. Ну что, ну что, ну понятно, что понятно нам, белорусам, прекрасно, понятно, ясно, что человека просто хотят посадить надолго за то, что он... За то, что он молод, талантлив, красив. За то, что он против насилия, против режима Лукашенко. Он скрывал свою причастность к политической деятельности. Он же тайно это все делал, боялся, потому что работа была. И вот этот, наверное, важный нюанс как бы упускал. И естественно, если вы занимаетесь политической какой-то активностью, то хотя бы если вы скрываете там причастность к каким-либо организациям, спортивным, не спортивным, может быть там в офисе Тихановской работаете, еще где-то, то идите хотя бы получите вы эту доп.защиту, там ваши данные никуда не утекут. Они запрещены выдачей этих данных в Беларуси, ну от той страны. А международная защита получается легко? Тут приходишь, говоришь, мне нужна международная защита. Честно говоря, я в Лодзе учился, у студентов не так много было средств. Ко мне обращались к человеку, который сам ее получал, писал запросы и все остальное, студенты, стипендия небольшая. Я писал так красиво, что все даже беженство получали в более высокую стадию, а не международную защиту, хотя там 17-летние подростки, которым было в 20-м году, по 15-14 лет. Поэтому проблем нету, это сесть, написать, расписать все доводы. Ну с тем режимом, который в Беларуси, там каждый, Беларусь это потерпевший. Поэтому это все легитимно, можно расписать. Но я боюсь, потому что я нахожусь, учусь в польском ВУЗе, и естественно репрессии есть. А потом, ну я написал эти запросы, спустя год что произошло, они подключились, КГБшники, к ЗУМу ВУЗа польского, где обучались белорусы, и что сказали, вы все экстремисты, мы вас всех посадим. Поэтому даже классификации никакой нету, все белорусы приследили на этим режимом. У меня последний вопрос, Андрей Гнет, он в Сербии живет, или он как-то прилетел туда по каким-то делам? По работе прилетал, вроде бы как проверяли, что не спецоперации, его туда не заманивали, но по работе ему контрактом пообещали, он туда приехал, его сразу с рапорта сняли. И там, скажем так, человек за 4 месяца разочаровался во всем, сидит на антидепрессантах, а эти антидепрессанты, не знаю, кто понимал, я так лично не сталкивался, ему специально, то есть неделю дают, две недели не дают, то есть это еще, как мне пояснили, еще хуже, чем ты их вообще бы не употреблял, то есть когда ты на них подсаживаешься, а потом тебя их лишают, то есть условия очень плохие, на домашний арест не выпускают, судья говорит, я знаю, что это дело политически, ну то есть полный беспредел. Тут на самом деле, если у вас есть знакомые медиа, если есть в иностранных медиа знакомые, подключайте максимально, ну даже кто смотрит у вас лично, только это, наверное, ему поможет, там ситуация очень сложная, я видел письма, там есть угрозы даже его жизни, из-за вот этих антидепрессантов, психологическое состояние и всего остального, и если вдруг кому-то надо обосновать, обязательства, можете соединять со мной, мои контакты есть, и я все обосную, всем докажу, что это дело политическое. Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Только писать, когда умер очередной политический заключенный в тюрьме, надо хотя бы одного вытащить, чтобы он туда не попал. Я прошу всех подключиться. Да, мы присоединяемся. Спасибо вам. Спасибо. Что вы занимаетесь этим делом. Счастливо. Андрей Остапович был в нашем эфире, бывший старший следователь. Говорили о деле Андрея Гнета, которого в Сербии сейчас арестовали по запросу Интерпола, а соответственно в Интерпол запрос направили из Беларуси. В Беларуси Гнета хотят посадить, и Остаповича хотят посадить. И тебя хотят, и меня хотят посадить. Всех, сука, блять, хотят посадить. Они, сука, всех хотят посадить. 9 миллионов потерпевших. Только потому, что один единственный человек знает, как правильно. Редактор субтитров А.Семкин